В смысле только силы? Вы где зашли? На какой остановке? Вот вы должны были сразу перед годом одеться маску. Понимаете? То есть вы, получается, нарушили сейчас. Забыл маску дома или не успел надеть, потому что платил за проезд. Такие оправдания не засчитываются. Нарушителям в этом случае грозит штраф. Наказывать рублем тех, кто пытается проехать в общественном транспорте без масок, в регионе начали с октября. За весь предыдущий месяц в Самаре оформили почти полсотни протоколов. Пока заболеваемость коронавирусом в области растет, рейды будут проходить ежедневно. Когда-то мы там делаем замечание, что поправьте эту маску, чтобы у вас нос не торчал из нее. И в редких случаях, если находим человека без маски, то на него составляется протокол об административном нарушении по статье 20.6.1, часть 1, где штраф до 30 тысяч рублей. Вот сегодня один такой протокол в утреннем рейде тоже был составлен. Но задача городских властей не оштрафовать, а приучить людей заботиться о своем здоровье. К началу ноября профилактические рейды общественного контроля начали приносить свои плоды. Горожане все чаще стали садиться в общественный транспорт в средствах защиты, не дожидаясь предупреждений. Носим сейчас маски везде. Обычно на учебу и во всех общественных транспортах и местах, чтобы защитить себя и окружающих. Но в некоторых случаях до сих пор приходится вести разъяснительные беседы. Я аллергик, мне эти маски никак нельзя. Вы не боитесь ковида? За 74 года я раз в 50 уже этим ковидом переболела. И все же требования по маскам едины для всех, в том числе и для сотрудников транспорта. Если поступают замечания от горожан через соцсети или телефонный звонок, кондуктор и водитель рискуют остаться как минимум без премии. Кроме того, каждый день на линии работает контрольно-ревизионная служба. Они проверяют экипировку, масочный режим, билеты, безбилетных пассажиров, как работает, как общается кондуктор-водитель, как себя ведет на линии. Это все фиксируется в определенном листе опросном, подписывается должностными лицами и передается руководству. Первые административные акты, оформленные во время рейдов по маскам в октябре, уже находятся в суде и ждут назначения даты рассмотрения. Скорее всего, на первый раз обойдется замечанием, комментируют юристы. В исключительном случае, либо при повторном заявлении, нарушителю могут назначить штраф до 30 тысяч рублей. Ульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.